Суп Фобо Вьетнамские блюда нельзя назвать слишком острыми или через чур солеными. Их вкус гармоничен. У вьетнамцев есть еще один важный принцип. В ход идут только свежие продукты. Исключение черный древесный гриб муэр. В России его доставляют сушеным. Салат из капусты с крахмальной лапшой. Салат из говяжьего языка. Ну, часть слов знакома, но половина меню на китайском, при том, что есть русская расшифровка. Блюдо на самом деле незнакомое, даже выглядит как-то иначе. И, честно говоря, глаза разбегаются, даже не знаю, что попробовать. Так, наверное, у всех, кто впервые знакомится с новой кухней. Чтобы не ошибиться, по совету официанта, я заказала свинину в кисло-сладком соусе. Готовил ее шеф-повар Ван Юнфен. Он родом из Китая, но уже 20 лет работает в России. Мясо и карманы. Потом масло нафукаряем. Постоянно помешивая, мясо варят в масле 5 минут. Затем приступают к соусу. Сейчас будет соль. А еще уксус и соевый соус. Нагреваем на водяной бане до состояния карамели. Добавляем морковь, соединяем с мясом. 10 минут и готово. Если для вас это слишком калорийно, заказывайте салат или сходите в японский ресторан. Здесь готовят десятки видов суши и роллов. Сейчас мы сделаем филадельфу карамели с унаги соусом. Берется рис 150 грамм примерно. Нори – это водоросли порционные. Равномерно раскладываем. Огурец, сыр сливочный. Заворачиваем рот. Сверху выкладываем охлажденный лосось. В Японии используют сырую рыбу, в России только малосольную. Режут роллы на 8 частей. Суши – это одна полоска риса, поверх которого уложен кусочек рыбы или другой морепродукт. На тарелке с суши и роллами всегда подаются васаби и имбирь. Их используют не как добавку, а для очищения вкусовых рецепторов, чтобы человек мог ощутить вкус следующего блюда. Ну а соевый соус у японцев – это замена перцу и соли, так как рис готовят без добавления приправ. Сегодня азиатские рестораны есть в каждом городе. И чтобы оценить традиционную восточную кухню, не обязательно лететь в другую страну. Правда, перед тем, как пробовать что-то с необычным названием, лучше все же спросить совета у шеф-повара или официанта. Татьяна Балыкина, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин